Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня я планирую наводить порядок в ящиках, в ванной комнате, в гардеробной, навести порядок в аптечке. Поэтому решила под такую домашнюю рутину поболтать с вами на тему организации хранения. Хочу поделиться с вами, какие ошибки совершала лично я и на основе этих ошибок, плюс опыта, знаний, кстати, которыми щедро отделятся девочки, которые занимаются организацией пространства на просторах интернета. В общем, благодаря и ошибкам, и знаниям, и насмотренности выработала свою систему, которую и используя. Поэтому, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть. У меня, знаете, было две главные ошибки, но на мой взгляд они просто принципиальные. Видимо, в силу неопытности семейной жизни, да, да просто отдельной жизни, в силу незнания, я воспринимала, знаете, это просто как вот указание к действию, что если у человека так, то я просто это беру и, в общем-то, привношу в свою жизнь. И это была, конечно же, самая главная ошибка, потому что правильно в организации, мне кажется, неважно чего, быта, пространство не может быть, потому что, девочки, все мы разные, у нас абсолютно разные привычки. Для нас логичны и понятны абсолютно разные вещи. У нас разный состав семьи, у нас разные ритмы жизни. Поэтому логично, что как правильно в этом вопросе быть не может. Ну и следующая моя ошибка. Организация пространства у меня начиналась и заканчивалась тем, что я брала уже, в принципе, какой-то просто ящик, шкаф, неважно. Покупала туда органайзеры, или если не покупала, брала, допустим, какие-то коробки прочные из-под обуви, и просто аккуратно все раскладывала, да, используя там вертикальное хранение, аккуратное складывание. Но эту проблему как таковую не решила. А все почему? Потому что главное правило в организации хранения, которому следует придерживаться, и оно, наверное, единственное, это то, что должно быть удобно и понятно, комфортно именно вашей семье. Ну и, конечно же, есть базовые принципы, на которые стоит опираться. Что это такое? Мы храним по категориям, храним там, где используем вещи, да. Ну и то, что пользуемся, то, чем пользуемся часто, мы храним ближе к себе, и то, чем пользуемся реже, соответственно, дальше от себя. Вот, допустим, ванная комната, тумба с выдвижными ящиками. Что у меня здесь хранится? В нижнем ящике у нас хранится нижнее белье, и как раз-таки это соответствует принципу хранения. Где пользуемся, там и храним. Для нас удобно, комфортнее хранить нижнее белье именно в ванной комнате. Но кто-то скажет, вот, Кать, у вас есть место, а у нас нет места. Естественно, наши же личные условия, это те условия, от которых мы отталкиваемся. Также в ванной комнате, но не только в ванной, я придерживаюсь этого принципа, вещи у меня поделены условно на категории. Допустим, в первом отсеке у меня хранится все, что касается ухода за волосами. И причем есть такие подгруппы, есть мои средства, и есть средства детей, дочек, которыми пользуются они, чтобы им было удобно брать, чтобы они не путались, где чье. Опять же, количество этих баночек, бутылочек совершенно разное у каждой из нас. Для кого-то достаточно шампуня, кондиционера и маски, у кого-то будет 150 баночек, потому что она увлекается укладками, у нее есть разные стайлеры, текстурайзеры, пенки, лаки разной фиксации, маски и так далее. Здесь все-таки не вопрос, сколько баночек должно быть, а вопрос именно удобства, и чтобы габариты ящика, квартиры, дома позволяли все это хранить. В следующем отсеке у меня, допустим, хранятся средства для ухода за лицом. Там хранятся как средства, которыми я пользуюсь на ежедневной основе, так и те средства, которыми я пользуюсь время от времени, это разные маски, патчи, скрабы, пилинги и так далее. И даже средства по уходу за лицом у меня хранятся в разных местах, опять же, по тому принципу, где я ими пользуюсь. Я пробовала разные схемы хранения, и как правильно, что это должно стоять там или не там, как советуют, но поняла, что для меня это работает только в таком виде. Допустим, лосьонное средство для умывания у меня хранятся в ванной комнате, а все крема, сыворотки для лица, для области вокруг глаз и так далее, они у меня хранятся на туалетном столике, и именно такой вариант для меня удобен. Также для меня удобно деконтирование, поэтому ватные палочки, ватные диски я достаю из заводской упаковки и перекладываю в автомате. В нашей семье началась школьная пора. Решили заранее купить сим-карту Софии. У нас детей в школе выпускают из класса строго по звонку, поэтому, чтобы быть на такой оперативной связи, нужен либо смартфон, либо детские смарт-часы. Так как смартфон у нас уже был, поэтому мы решили остановиться на нем. Конечно, когда у ребенка появляется первый телефон, важно объяснить и правила использования его. В первую очередь, конечно же, хочется обезопасить его по максимуму ребенка от нежелательного контента. Поэтому установили на нем детский режим, который ограничивает доступ к сомнительным материалам в сети. Также добавили избранные номера и рассказали, как действовать в экстренных ситуациях. Сразу же вспомнила и о телефонных мошенниках, которые могут застать врасплох даже взрослого. Тем более, сейчас они уже настолько наловчились, что могут поделать голос родителей и звонят не только на мобильные, даже в мессенджерах. Хочется, чтобы таких звонков, конечно, ребенку практически не поступало. Хорошо, что мы остановились на детской сим-карте от Билайна. Ведь в ней уже бесплатно подключена защита от спам-звонков и звонков мошенников. Причем не только на телефон, но и в мессенджерах. Порадовало и то, что тарифы подобраны для разных типов устройств. Смартфоны, кнопочные телефоны и часы. Радует и то, что музыкальные сервисы не тратят драгоценные гигабайты и можно слушать музыку сколько угодно. Также Апер и Билайна дарят ежемесячно до 20 гигабайт трафика к основному тарифу. Можно точно не беспокоиться, что ребенок израсходует весь пакет. При этом, если вы являетесь уже клиентом оператора, то можете делиться со своим ребенком своим тарифом. Что, конечно же, очень удобно. Для этого можно выбрать специальную сим-карту для добавления тарифов. На ней, кстати, также бесплатно предактивирована защита от звонков. Более подробно узнать о детских сим-картах и тарифах можно по ссылочке в описании или отсканировав QR. И, кстати, абсолютно нормально, что вот эта система организации хранения будет меняться, потому что она должна быть удобна именно сегодня. Вот в сегодняшнем моменте, в сегодняшних условиях с маленьким ребенком, я думаю, мамочки меня поймут. Ребенок меняется и даже в течение первого года жизни то, что было востребовано в первые месяцы, абсолютно уже может быть не востребовано к концу первого года. Поэтому, соответственно, то, как вы организовали хранение сначала, будет вам неактуально потом. Но если вы знаете принципы, как работать с ней, то переорганизовать не составит никакого труда. Чем я еще пользуюсь? Я совсем недавно узнала, что это называется сценариями. Ну, просто как бы проигрывала в голове. Я думаю, многие так делают, да, что вам понадобится. Допустим, чтобы сменить, ну, такой банальный пример, поменять подгузник ребенку, да. Соответственно, для меня это мыло для подмывания, подгузник, допустим, там полотенце, которым я ребенка вытираю, и там пакет, в который я этот подгузник убираю, ну, и, соответственно, рядом мусорное ведро. Вот то, что должно быть, и это должно быть в быстром доступе, чтобы я, скажем так, протянула руку, взяла, взяла ребенка, и все манипуляции эти провела. Поэтому проигрывай такие сценарии не только в плане смены подгузника, это и касается кухни, приготовления еды. Слово говоря, когда это под рукой и быстро, тебе удобно вернуть вещи на место. Кстати, хотела сказать вам пару слов про возвращение вещей на место. Вот если, допустим, нам что-то понадобилось, то мы можем достать какую-то вещь, какой-то предмет с самой верхней полки. Ну, неважно, залезем, достанем. Но, мне кажется, вот самое сложное, это потом эту вещь убрать на место, потому что мы ее уже воспользовались, она вроде бы как нам уже не актуальна в данный момент времени, и тут нужно не полениться. Поэтому нам нужно, чтобы было удобно достать, и чтобы было легко вернуть на место. Знаете, на примере, допустим, средств для укладки. Они у меня хранятся в ванной комнате, вот на подносике, вроде бы как все это, опять же, отделено подносом, все сгруппировано и смотрится красиво, потому что баночки сами по себе тоже красивые. Тоже пробовала разные варианты, и на туалетном столике я это хранила, и вроде бы как бы у меня средства по уходу за волосами хранятся под раковиной, давай я туда тоже попробую положить и вот эти все баночки, но они, видите, высокие, там их хранить неудобно, неудобно их возвращать, все это цепляется. У меня такой способ не прижился. Кстати, пробовала на туалетном столике, опять же, неудобно, потому что я сушу волосы в ванной комнате, соответственно, мне удобно, чтобы они были здесь под рукой. Ну и вот решила я, что я буду хранить их так. Пускай, да, это не закрытый шкафчик, там пыль какая-то образуется, но мне так удобно. Следующий момент, это по поводу хранения вещей там, где мы их используем. Например, допустим, я храню пятнового водителя в ванной комнате, которая у нас находится рядом со спальней. Вроде бы нелогично, да, нужно хранить пятнового водителя там, где мы занимаемся стиркой. Но для меня это максимально удобный вариант, потому что, допустим, вечером, когда я купаю Машу, мы там переодеваемся, у нее есть пятнышки, вот мне удобно, пока там она играет, и я рядышком могу что-то застирать. Или я там, допустим, переодела ее в ванной комнате, потому что здесь находятся им памперсы, ну вот удобно как-то умыть, подмыть ребенка. Вещь остается в ванной комнате, и мне удобно сразу здесь по месту все это застирать. Опять же, лучше отталкиваться от каких-то жизненных сценариев, нежели от чьей-то логики и от того, как правильно. Ну и вот на примере этой полочки хочу вам просто показать, здесь у меня хранится бытовая химия, которую я использую в ванной комнате. Ну и, соответственно, средства от засоров я храню, помещаю в глубь ящика. Допустим, бумажные полотенца, которыми я пользуюсь постоянно, я вытираю на сухораковину, краны и так далее. В общем, оно должно меня быть под рукой, поэтому я его ставлю ближе. Традиционная распаковка моего заказа из магазина Перекресток. Мне все приехало, поэтому делюсь с вами. Я заказала продукты на несколько дней, то есть его планирую готовить. Итак, я взяла сельдерей, всегда есть в моем холодильнике, потому что я добавляю его в супы, получается очень вкусные бульоны, и в горячие блюда. Затем взяла две пачки лисичек. Вот пока не знаю, я либо приготовлю с картошкой, либо приготовлю пирог. Посмотрю по настроению. Дальше взяла вот такой чудо-творожок, у меня его любит муж, взяла 4 штучки. Далее хочу приготовить котлетки и на суп, поэтому взяла куриную грудку. Я использую и в котлеты, и на суп, и куриные бедра. То есть я вот смешиваю фарш, сама проворачиваю домашний. Получается очень вкусно, делилась с вами много раз рецептом. Запекайте котлетки в духовке. Далее для завтрака я взяла вот такой вот тунец полосатый. Готовлю с ним салат, добавляю отварное яйцо, греческий йогурт и огурец. Получается очень вкусно, у меня дети любят. И также для завтрака беру печень трески. В общем, чередую либо тунец, либо печень трески добавляю. Дети с удовольствием едят, делаю такие для них тосты. Далее сыр маскарпоне. Когда готовлю детям вафли, из этого сыра делаю крем с ягодами или с каким-нибудь джемом, вареньем. Получается очень вкусно. Далее взяла красный ялтинский лук. Он сладкий, я добавляю его в салаты. Также взяла вот такой вот сервелат финский. Хочу приготовить пиццу, поэтому мне нужна была такая колбаса. И пармезан. Здесь многие товары по акции, например, вот куриные бедрышки, грудка. Я захожу прямо в раздел скидки акции и там выбираю. А вообще очень удобно, что в Перекрестке какие скидки и акции в магазине. Такие же распространяются и на доставку. Дальше заказала вот такие хрустящие хлебцы. Тоже мы их очень любим. Треска из этой трески. Я готовлю и котлетки, и суфле для марш. Ну и просто, допустим, могу приготовить с овощами или с луком. Очень вкусно получается. Тростниковый сахар. Взяла сливки. Кстати, сейчас сезон манго. Поэтому заказала две штучки. Одну мы уже срезали. Очень сладкое, очень вкусное манго. Ну и вот к чаю такие шоколадки. Они, кстати, тоже были по акции. Конечно же, обращая внимание на свежесть продуктов. Будь то фрукты, овощи или ягоды. И на сроки годности. Потому что заказывая, допустим, и мясо, и птицу, и молочные продукты. Всегда срок годности с очень хорошим запасом. На Перекресток, как всегда, радует приятными ценами и широчайшим ассортиментом. Тысячи номинований, продукты питания, товары для дома, бытовая химия, товары для детей и животных, сезонные товары. Все это с быстрой доставкой. Ну и по традиции делюсь с вами приятным бонусом по моему промо-коду Гурьянова20. Вы получите скидку в 20% на свой первый заказ для новых клиентов. Ссылочку на магазин Перекресток, а также мой промо-код ищите в описании под видео. Или переходите, отсканировав QR-код с экрана. Я пришла в гардеробную. Сейчас буду здесь наводить порядок. Ну как, мне нужно разложить просто кое-какие вещи, повесить детские вещи на вешалке, разложить там их джинсы, брюки, ну и в своих ящиках тоже навести порядок. Я разбираю что-то. Я придерживаюсь главного своего правила, которым я делилась с вами во многих видео. И, кстати, меня спрашивает Катя, почему вы так странно там убираетесь? Вот, допустим, разбираете кухню, вот вы не разбираете ее там целиком всю. То же самое касается гардеробной. Я разбираюсь маленькими участками. Объясню почему. Потому что, допустим, чтобы навести порядок гардеробной, это же какое количество вещей нужно отсюда достать. Лично для меня, я думаю, если как-то, знаете, замотивируюсь, вдохновлюсь, я такая на азарте все достану, но я думаю, спустя полчаса, час разбирания вещей вот моя энергия точно поутихнет. Вот, я еще сколько-то продержусь, буду аккуратно раскладывать, а уже все остальное либо я отодвину, и оно будет ждать хорошего настроения следующего дня и так далее, либо я уже просто без всякой системы организации рассею это по полочкам. Поэтому я предпочитаю наводить порядок, что-то переорганизовывать, раскладывать частями. Мне так комфортно, и нет какого-то, знаете, такого потом паттерна в голове, не откладывается. А вот ты помнишь, Катя, мы когда-то с тобой разбирались в гардеробной, мы так устали, да, что там вот мозг посылает такие сигналы. То есть мне как-то вот наоборот комфортно. Я взяла маленький участок, зато навела там порядок от и до. У меня какое-то положительное подкрепление в голове. То есть это работает, на мой взгляд, со знаком плюс. Ну и кто-то будет говорить, что да, хорошо говорить, когда есть гардеробная, когда есть большая ванна, всегда есть где что разместить. Но на самом деле это не так. Все можно превратить в хаос. У вас может быть замечательно огромная гардеробная, но вы открываете ящики, а там все, знаете, такая куча мала просто. Нету никакой ни системы хранения, ничего аккуратно не сложено. Везде может быть хаос. И, конечно же, большие комнаты, большой дом – это плюс. Но, тем не менее, это не гарантия чистоты и порядка. Конечно же, блогерство накладывает определенный отпечаток, потому что хочется, чтобы контент был интересным, разноплановым, чтобы картинка была интересной, да, плюс вещи, которые приходят на рекламу, на обзор. Ты просто покупаешь что-то именно для контента, для каких-то тематических видео, красивых рецептов и так далее. Но вместе с тем, допустим, видите, какие-то покупки мои, что-то мне приходит. Вместе с тем я достаточно легко расстаюсь с вещами, повторюсь, потому что дом не резиновый. И очень правильное правило, то есть, что пришло в дом, сколько вещей пришло в дом, было бы замечательно, чтобы столько же вещей дома покинуло. Допустим, я вот сейчас приобретала какие-то вещи для осеннего гардероба, соответственно, те вещи, которые потеряли свои какие-то внешние характеристики, да, или они мне больше не нравятся, или они мне там малые, великие, не знаю, жмут, наоборот, спадают. Я с такими вещами легко прощаюсь. Я просто сама по себе не люблю, вы знаете, когда вот ящики, шкафы не закрываются, там много-много всего, вот. Кто-то, наоборот, считает, что я такой плюшкин, у меня, мне кажется, как будто бы из каждого ящика все вываливается, сыпется. Но мне кажется наоборот. Да, у меня не полупустые, там, допустим, комоды, какие-то ящики, шкафы, но вместе с тем, там все аккуратно хранится, не то, что там невозможно что-то впихнуть, в общем-то, все вроде бы хранится, организованно соответствует тому пространству, той площади, где мы живем. Вещи хранения, организации хранения гардеробной. У меня все, все ящики поделены с моей одеждой, допустим, на то, что я ношу дома. Домашняя одежда, так как я все равно очень много времени провожу дома. У меня висит какие-то костюмы на вешалках, и я даже стараюсь то, что не комплект, а собрать в комплект. Допустим, у меня будут одни брюки, и висит там два топа, что хорошо сочетается. Я просто на автомате беру вешалку, одеваюсь, и все. То же самое мне удобно хранить детские вещи Машулькины, потому что просто сейчас отпернешься, она куда-нибудь залезла уже, бежит, кричит, что-то хочет, чтобы быстро схватить. Видите, я вам уже показывала, у меня в комоде детские вещи лежат комплектами. Допустим, бодик и леггинсы, шорты, футболка, чтобы сразу можно было взять, не думая, не, знаете, не отсортированы. Тут футболочки, тут бодики, тут с длинным рукавом, тут с коротким, как изначально было. Сейчас просто ты взял комплект, и все. То же самое я делаю с детской одеждой. Девочки, ну мне еще осталось разобрать аптечку. Аптечка у меня тоже отсортирована на три категории. Категории, они, может быть, не совсем такие, знаете, понятные для всех. Многие ведь как сортируют. Допустим, отдельно обезболивающие, отдельно там ОРВИ, отдельно, не знаю, ссадины, порезы, еще что-то. Мне удобно так сортировать. У меня есть коробочка, которой просто мы чаще всего пользуемся. Все равно дети, допустим, болеют. У всех разные слабые места. У кого-то сразу насморк, у кого-то горло, у кого-то кашель, кому-то сразу нужно дышать через небулайзер. В общем, у каждого свои слабые места. Я уже просто знаю своих детей, поэтому, допустим, в первом контейнере у нас хранится небулайзер, соответственно, там физраствор, средства от насморка, какие-то обезболивающие средства, ну, там, норафен, что-то такого плана, там, градусник. Вот это чаще всего вообще та, скажем так, коробочка, которой, если там кто-то заболевает, я сразу ее достаю и ее же потом возвращаю на место, когда все поправились. Следующая коробочка – это такая первая помощь у меня. Там хранятся пластыри, перекись, зеленка, какие-то мази от ушибов. Ну, в общем, все то, что нужно при первой помощи. Допустим, муж дома с детьми, кто-то там порезался, упал. Вот он и знает, что в этой коробочке он найдет все. Ему не нужно искать что-то в общей аптечке. Ну, и следующая коробочка – там хранятся либо запасы, то, допустим, я могу что-то купить с запасом, да, либо те лекарственные препараты, когда мы как-то вот единожды чем-то болели, нам выписали, лекарство осталось, и вот оно там у меня лежит, хранится. Есть такое удобное приложение, по-моему, называется «Аптека дома». Вы изначально потратите, конечно, время, чтобы вбить те лекарственные препараты, которые у вас есть дома со сроками годности, но зато там сразу будет показано, какие сроки годности вышли, то есть какие препараты нужно выкинуть. Ну и плюс, вот знаете, у нас просто такое бывало с детьми. Допустим, нам что-то выписывал педиатр, мы пропивали, оставалось лекарственное средство, ну и убиралось вот в этот верхний контейнер. Допустим, опять чем-то заболевали дети, шли к педиатру, выписывал список, ну и сразу, пока идешь, заходишь в аптеку, покупаешь. И часто так было, что покупали средства не по одному, и два раза, и три раза, поэтому очень удобно. Сейчас это есть в приложении, даже пока там сидишь на приеме педиатра, и говоришь, у нас вообще вот это, это и это есть. И она уже может дать схему лечения вообще нам, исходя из того, какие лекарственные препараты есть у нас дома, потому что, ну да, есть же взаимозаменяемый препарат, это очень удобно. Девочки, вот такие ошибки, лайфхаки, полезные советы, то, чем я пользуюсь, то, что я сама подчеркнула в плане организации хранения, я с вами поделилась. Надеюсь, видео для вас оказалось полезным. Если у вас есть какие-то свои наработки, что-то классное, удобное, обязательно делитесь в комментариях. Я думаю, каждый из нас будет полезно почитать. Девочки, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы не потеряться. Многие спрашивают, Катя, куда вы дублируете контент, потому что там сейчас не могут, да, так вот посмотреть на Ютубе. У меня есть мое ВК-сообщество, у меня есть канал ВК-видео, и я туда все дублирую, поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь. Там весь контент также дублируется, и все есть для вашего удобства. Ну, а я буду видео на сегодня заканчивать. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на все мои каналы сообщества. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.